Людмилу Григорьевну, как и многих пациентов неврологического отделения в Никольском, привезли на скорой из другого округа Подмосковья. Все признаки показывали на инсульт. Пациентке они были уже известны. Перенесла его в 2017-м. Была нарушена координация движения, шаткость походки. Я начала не иметь губа, как в предыдущий раз. Тормозила у меня речь. Перенесла мне сюда 111-я бригада. Я запомнила очень хорошо. Сразу сделали мне при поступлении к головному мозгу. Компьютерную томографию делают пациентам круглосуточно. Сейчас Людмила уже пытается ходить самостоятельно. Впереди еще длительная реабилитация, которую можно пройти здесь же. В зале ЛФК пациенты развивают мелкую моторику, постепенно восстанавливают двигательную активность. Все зависит от степени заболевания. То есть, если, опять же, это тяжелые больные после инсульта, да, после тяжелого инсульта, то, конечно, здесь сначала нужно выйти из острого состояния, после чего это продолжается в течение от 5 до 10 дней. Круглосуточно, без праздничных и выходных дней квалифицированные специалисты оказывают пациентам необходимую помощь. Каждому пациенту мы делаем выборное обследование. Это эхокардиография, УЗИ брахиоцефальных артерий, что позволяет нам выявить соматическую патологию, патологию сердца. Это влияет на то, чтобы пациент, как правильно вести пациента и назначить ему дальнейшую тактику лечения для профилактики повторного инсульта. Но больше всего в лечении помогает доброта и простая человеческая забота, которой щедро делятся медработники отделения, говорят пациенты. А разговаривают не иначе. Все слышим бабушка, бабуль, ба. Вот такое обращение, как дома. Понимаете, больному очень важно, когда знать, что здесь есть контакты, что тебя здесь как бы ждали. Врачи у нас замечательные. Наталья Николаевна вообще у нас самый лучший здесь доктор. Поэтому оборудование здесь и все условия очень хорошие. О том, что это неврологическое отделение открылось всего несколько месяцев назад, и не скажешь. Слаженный, высококвалифицированный коллектив. Есть все необходимое современное оборудование. За этот короткий срок из стен отделения выписались уже 86 человек. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...